Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- Само собой. Это первоначально убрать ложь. Первоначально убрать ложь – это чтобы вообще ты начал выходить из болезни. Это надо убрать ложь, стать искренним, найти свое дело по душе. Обязательно, чтобы у тебя было проявление, твоя реализация, бизнес, дело, действие. То, что ты будешь совершать действие, ты будешь двигаться. Это обязательно, без этого никуда. Это то, что потом позволяет убрать болезнь. Почему мы говорим, что мгновенное исцеление невозможно? Потому что надо время на то, чтобы человек изменил свои реакции, привычки. Нашел свое место в жизни. Нашел свою жизнь, а не жизнь своих детей, внуков и так далее. Начал проживать свою жизнь. Нашел занятия, чтобы тело двигалось. Тело не может не двигаться, иначе оно атрофируется и умирает. И так далее. И только после этой трансформации мы можем убрать сознание болезни. Иначе оно не убирается. На самом деле, чтобы человек поменял свое направление движения в жизни. То есть вообще, по сути своей, изменил свой образ жизни. Но это... Изменил среду обитания. Среду обитания, да. Ну, среду обитания, если за это зацепиться, то смотри, когда наши дети, аутисты, вот мы работаем с ними, мы зачастую мамам, не зачастую, а практически в каждом первом случае говорим, убрать из ВИП вашего детского сада с больными детьми, чтобы поместить ребенка в здоровую среду обитания. Потому что единственный метод передачи информации автоматически у нас – это копирование. То есть мы копируем друг друга автоматически. И другого метода передачи, кроме осознанности дополнительной, но это уже другой уровень развития сознания, у человека нету. То есть в любом случае человек будет автоматически копировать. И ребенка, родители, те, которые хотят, чтобы ребенок вышел из ауто, забирают из больной среды, помещают в здоровую, обеспечивают развитие. Это логично. Это логично. Чтобы ребенок мог копировать здоровый вариант. Здоровый, помести его в здоровое окружение. Даже есть семьи, где детей передали воспитателям. Да. И имеется хороший результат, потому что ребенок начал копировать воспитателя, а не агрессию в семье, потому что родители не смогли там измениться. Знаешь, что меня в этом во всем очень сильно удивляет? Удивляет. Был момент, когда мы с тобой наблюдали, и это развлекало нас, потому что у нас был такой шок. А потом мы махнули на это рукой и решили, ну, так, 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 что мы полезем, да? То есть у нас вышло наплевательское отношение. Да, это ошибка. Но ошибка, которая дает опыт. Ну, ты знаешь, нам этот опыт нужен был в наблюдении. Дело в том, что... А как родители меняют среду обитания? Ключевое. Ну, вот смотри, у нас есть родители, которые переселились из других городов, уехали от родителей, сменили жилье и так далее. У них очень быстро пошел выход детей, кстати, у всех. То есть среда обитания, круг общения у них поменялся. Пускай вызваны переездом, но это сработало в плюс. И, кстати, фактически все дети, которые имеют стопроцентный выход, это те, кто имел переезд, имел смену среды обитания, да. Но смотри, человек может... Ну, он имеет свою квартиру или там свой дом. Он не может никуда переезжать. Он может сменить круг общения. А смотри, что мы наблюдаем. Вот что мы наблюдаем и что мы пропускали вот просто в наблюдении, не акцентируя на этом внимания. Ведь родителей больных детей, казалось бы, твой ребенок уже пошел на выход. А они сбиваются в стайки, в чаты, организуют друг другу консультации, тренинги и так далее. Зачем? Кучкуются. Кучкуются. Зачем? И проживают, получается. Они же прожевывают, проживают болезнь эту. То есть они живут, варятся в этой же болезни. Они не хотят проститься с болезнью. Не хотят. Они даже где-то кайфуют в этом, понимаешь, в этом проживании. Мы же общаемся, мы же дружим. Мы можем поделиться своими успехами. И начинается ложь. Там начинает крутиться ложь. На самом деле, новая игра в болезни. Новая игра. И получается, когда... Причем, более того, в эту игру, там заканчивается инфодайинг, потому что они знают, что если даже нам об этом сказать, делают это втайне. Типа, вы не знаете об этом. Но мы знаем об этом. Мы наблюдаем просто... И знали, и знаем. Мы просто не предпринимали никаких действий. Нам было интересно посмотреть это безумие, потому что... Ну, вот это логично. Если ты ребенку меняешь среду обитания, то почему ты сама не меняешь среду обитания? Почему ты сама цепляешься за болезнь? Уже не синими, уже зелеными пальцами или черными. Вот зачем тебе эта болезнь? Видишь, вначале это хорошо, когда даже пообщавшись, да, общаясь, ты можешь, вот даже как в нашем этом чате, да, для мамок. Ведь вначале ты начинаешь цепляться, вот именно видя, и ты как будто... Чат идет для работы. Да, да. С теми, с кем мы консультацию провели. То есть там, где ты зачистил информацию, идет загрузка другой информации, и ты корректируешь эту информацию. Ты корректируешь эту информацию, потому что ты провел консультацию. Да, конечно. Потому что ты находишься в этом чате, ты видишь... А когда ты прячешься и уходишь играть в игру другую, зачем? То получается, ты отбиваешься вот в стаду, извините, как есть, и все, и толку никакого. Это стадо болеет. И стадо болеет. Оно продолжает болеть, это мир болезней. И естественно, что ребенок будет тебе демонстрировать... Иметь половинчатый результат. И потом ты видишь, что вроде да и вроде нет. А кто? Кто держит? Мать держит. Потому что ей уже нравится, у нее появились подруги, у нее появилась... Другая среда обитания, больная. Да, она даже не задумывается над тем, что мы говорили, когда смени среду обитания, ребенка в здоровый, то и тебя же тоже в здоровый, а не здесь. А мама считает, что именно здесь она напитывается, она знает, она может спросить у таких же. И не понимает, что это циклическое, циклическое, циклическое. Это как хроника. Или же это болезнь, да? Или же тоже по образу и подобию, это как ты постоянно сел на лекарства, и ты сидишь на лекарства. И не выходишь. Или в инвалидное кресло сел и сидишь. Посмотри, какая тема. Вот у нас же разная клиентура. Разная. И есть люди, которые никогда не состояли в чате. Не состояли в чате, потому что они никогда в жизни не состоят в никаких чатах, потому что это известные люди. Потому что они там не пишут свои имена. И у них эта причина одна. Вот поэтому они известные люди. Поэтому, да. Кстати, да. Никогда нигде они не состоят. Они никогда не ходят... Они никогда не ходят в коллектив. И с ними ты работаешь индивидуально. И у них 100% результаты у всех. И они сколько ребенку могут дать, да? Да. Сколько раскрыть. Они показывают здоровый мир, здоровые возможности. Они варятся в котелке. Вот я тоже хотела, кстати, сказать, мне рассказала про то, что мамам надо выходить в индивидуальность. То есть это когда ты воспользовался лекарством, а потом ты индивидуально. Ведь вот оно. Мы своего рода тоже как антибиотик срабатываем, да? Ребенка подхватили, помогли, подняли, маму направили. Куда ж ты, мама, назад возвращаешься? Куда? И мама ждет, что ее будут ловить за жопу. Говорит, нет, 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 не ходи. Вот как сегодня. Мужчина, кстати, пишет. Ну вот, у меня вчера было хорошо, сегодня мне плохо, а у меня сегодня эмоциональные качели. Слушай, мы вчера на курсе только разжевывали. Кто управляет твоими эмоциональными качелями? И это о чем? И если ты хотя бы на секунду задумаешься, иди лопату бери, иди работай, Трутень. Ну что, не так, что ли? Так, сто процентов причем, сто процентов. Сто процентов. Найди себе физическое занятие, найди. Вчера говорили об этом. С венцами не было эмоциональных качелей. Я понимаю, что это жестоко говорить, но это факт, который есть. Да, весна сегодня кукуху рвет не только у женщин. Не только женщины, как кошки, орут на крыше. Мужики орут точно так же, не меньше. У них тоже есть психика, и у них точно так же есть проблемы. Но для этого есть солнце, природа, физический труд, нагрузки. И смотри, кстати, какие подмены в обществе. Вот тоже физические нагрузки. Человек так, спорт. Но есть те, которые бегают, занимаются спортом и так далее. А человек приходит в тренажерку. Я сейчас буду заниматься спортом. А ему тут же, о, давай тебе коктейли, здоровье. Пошли, потом давай тебе стероиды. Потом вот это вот тело. Это спорт? Это про здоровье? Ну, давайте поржем вместе. Вот этот вот с лопатой сделает меньше, чем женщина, которая кричит на крыше. Что, не так, что ли? Да? Оно просто так есть. Ну, так и здесь подмена. То есть каждый раз лови, где это пространство лжи, тебе что-нибудь вычудит. Я хотела сказать, что весной просыпается внутри жизнь, да? Ресурс пришел. Ресурс для того, чтобы... Солнцем, да. Да, прям вот жизнь была. А тема-то мертвая, зажатая. И причем не хочет двигаться, да? И поэтому и рвет изнутри. Вот оно и рвет. Поэтому давай этому телу физическое. Давай его пробуждай. И тогда вот вместе это все даст здоровую жизнь, да? Весна пришла. Гармония. Птицы поют. Природа. Езди на природу. Питье. Вода. Чистая, родниковая. Бьют ключи. Березовый сок. Течет. Копейки вообще. Столько всего. Сам захочешь недоховорить в лесничестве. Либо купи, либо спусти с березы с этой сок. Блин. Работай, если ты ходишь. Пробежись на работу, да? Пройди пешком. Пройди пешком. Прогуляйся. То есть начинай вот искать во всем интересное. Пришел на работу. Укрась свое место. И работай с удовольствием. Так, чтобы тебе приятно. Вот это. Это же твоя жизнь. Покайфует жизнь от самого процесса. И тогда нужна здоровая среда обитания. Но ты знаешь, если ты находишься в больной среде, ты будешь больным. Ты будешь болеть. Вы же мамы этого не видят. Не только мамы. Это и взрослые люди не видят. Поэтому и болеют. Но. Если в семье есть болезнь, там бабушка болеет, так что ее внуки не будут болеть. Будут, потому что они скопируют с нее эту болезнь, эту модель поведения, эти вторичные выгоды и все остальное. Нет. Нету здоровой среды обитания. В больном болоте больные лягушки. Конечно. Оно по-другому не бывает. Так возьми, даже растение в горшке будет, да, вянет. Да, вот оно вянет. Земля там больная, горшок плохой, да. Ну, место там. А ты возьми, вот просто пересади, то есть обнови все, пересади в другой горшок, в другое окошко, да, прочувствуй, на каком окошке. И это растение смотришь, и оно расцветает. Да, да. А если ты это растение оставишь здесь же, в этом горшке, да еще среди таких же завязших, стопроцентное погибнет это растение. Вот один в один так же и с болезнями. И при этом, когда люди начинают просыпаться, начинают меняться, то они постепенно меняют и среду обитания вокруг себя. То есть, так или иначе, волна расходится от самого человека, волна выздоровления. Один поправился, второй смотрит, тоже поправился, третий смотрит, тоже поправился и пошло, пошло, пошло. Они таким образом выходят из болезни. То есть, среда оздоравливается за счет оздоровления. Ну, когда цепная реакция идет среди людей, когда у них мозги включаются. Конечно. А сейчас весна, сейчас время, когда надо включать мозги, когда надо просыпаться. Видишь, сложно на слова положить то, что ты чувствуешь. Вот как я сейчас полностью настроена на тех мам, которые играют вот в этих взбившихся кучках, да. И мне сложно объяснить словами то, что я чувствую, как эта игра. Это, знаешь, как по типу… Они там… На самом деле, у них ложная вот эта ложная… Идет гипноз, как информация ложная, как сон. Им кажется, у них там все так замечательно. А если бы они вышли из этого круга, да, это как отойти от окна и увидеть форточку. Это вот нечто… Просто, знаешь, вот я это чувствую, я это вижу. Мне сложно объяснить. Как вязкая, такой вязкая. И при этом человек находится в самообмане, в самообмане. И ему хорошо только пока, знаешь, пока он находится в этом кругу. Как только он, то есть находясь еще в этом кругу, да, идет где-то, а попадает в здоровое общество, ему становится больно. И он снова пытается вернуться в этот круг. Спрятаться. Спрятаться. Потому что здесь все такие же, да. Здесь поддерживают лидеры, да, как эти все. Понимаешь, вот он гипноз. И никак мамы не понимают. Настолько архитов. Тут еще, понимаешь, срабатывает какой фактор. Вот мне на днях писала девушка, задавала вопрос. Вот я бы хотела взять консультацию, но вы дорого. Могу ли я взять у другого человека? Смотри, если ты на этом этапе обесценил себя, все, можно ставить точку. Конечно, я не ограничу, скажу человеку, бери консультацию у другого человека. Это твое право, твой выбор, это все. Но если ты изначально, точка старта обесценивания себя, а дальше ты хочешь иметь деньги, ты хочешь иметь здоровье, ты хочешь иметь счастливую жизнь, ты начал с точки и обесценил себя. При этом смотри, ключевое, если даже рассматривать вот с этой позиции дешевле, дороже, да, то наблюдая, ведь вот если человек садится на таблетки, на хронику, да, он бьет постоянно, то есть он не замечает, он платит, 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 как и в той же церкви, несут, 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 понимаешь, и при этом выхода нет. Лубом пол, и все, и выхода нет, да, постоянно, и вот точно так же здесь. И не выходит из болезни, а здесь ведь ты оцени себя, то есть полюби себя. Здесь, если даже тебе там придется дороже заплатить, у тебя выход есть, выход, ты видишь этот выход. Опять-таки, вот здесь про ценность себя и ценность жизни. Обрати внимание, вот даже сколько консультаций у нас заказывались в ВИП. Ведь там были не только известные люди, там были и люди, обычные люди. Просто они брали этот вариант, потому что они четко для себя поставили точку, исходили из своих мерок и точку поставили. Я выйду. Вот это решение, я выйду. И чего бы оно мне не стоило, я выйду из болезни. Я не буду в хронике. Я не буду в хронике. И они не прячутся, они напрямую продолжают работать. Они никуда не убегают. Вот меня всегда вот эти вещи, знаешь, как заставляли задуматься. Деньги – это очень хороший инструмент для управления сознанием. Очень хороший. И ты видишь через их призму, как человек относится тогда и к работе, и к тем заданиям, что ты даешь, и как он на связь выходит, и все остальное. И как он проявляется, и нужна ли ему больная среда, или он сразу все меняет. И касательно лжи. Да, зачастую бывает, ой, с ВИПами работать сложно. Ну, зачастую бывает такое, что вот ты смотришь и понимаешь, но ведь все, полный трэш, не будет там результата. А потом смотришь, хобана, а у него мозг просыпается. И на самом деле здесь влияние денег большое. Именно человек заплатил, и он на эту сумму хочет взять. Нет, ты дай, а он берет. А когда он берет, он работает. Он меняется, он что-то делает, он проявляется. У него вот этот вот ползок, как у Моресьева, да. Сын мне недавно сказал, большинство людей, кто тебя слышит, не знают, кто такой Моресьев. Господа, ну это стыдно не знать, кто такой Моресьев. Возьмите книжку Бориса Полевого и почитайте повесть о настоящем человеке. Это человек, который потерпел в бою, его самолет сгорел, и он упал. И для того, чтобы выжить, он полз по лесу с переломанными ногами. Ему потом ампутировали две ноги, у него была гангрена. И он научился ходить на протезах, по тем временам страшных протезах. И снова летал, и снова воевал. Но выжил благодаря тому, что он не остался с перебитыми ногами, а полз из последних сил. И он выполз из леса, и его вселение приполз, и его спасли. И он научился ходить, и он научился летать. Он научился танцевать. Это действительно повесть о настоящем человеке. Человеке сильном, который ползет, который выживает, который двигается. Потому что он знает, что его здесь никто не спасет. Если он не будет двигаться, двигаться, развиваться. Поэтому, кстати, удивительное дело, те люди, кому я рекомендовала... Вот вижу, что уже все. Там преддепрессивный труп, который к нам обращается. И я сразу. Начинайте, еще до обращения к нам. Прочитайте повесть о настоящем человеке. Раз. Беседы с Богом у волша два. После этого заказывайте консультацию, читайте наши книги. Предподготовка. Потому что придется вам верить в себя и ползти. Найти Бога в себе. Уйти от религии, от всего остального. И тогда выползете. А иначе не выползете. Вас на руках здесь не понесут. Носят на носилках вообще на кладбище. А вот смотри, кстати, в школах, да? Вот именно так преподавали. Уже показывали, вернее, рассказывали на повести пример, да? И беседы с тем же Богом тоже. Вот прикинь, как бы детей впитывали бы вот эту целостность. Все в себя. Какие дети были бы, да? Да. Просто не надо читать кучу мусора. Ты возьми сразу, вот, хлама, да. Возьми сразу суть. И после этого ты можешь уже изучать, как устроена психика. Потому что до этого человек плавает, плавает. А получится, а не получится. А смогу, а не смогу. А вот у меня сомнения. Повесть о настоящем человеке. Все твои сомнения развеют. Если у тебя болит, а болезнь очень нужна людям. Болезнь – это тот инструмент, который нельзя отнять у человечества на данном уровне развития его. Пока это общество лживо, ему нужна болезнь. Человек должен болеть. Иначе он испортит свое тело. Тупо это как инстинкт не совать руку в огонь, не обливаться горячим там и так далее, и так далее. Это точно такой же инстинкт защиты психики от лжи. Это болезнь. Точно такой же инстинкт. То есть болезнь, она просто необходима человечеству. И если ты хочешь из нее выйти, перестань лгать. Пока ты лжешь, ты не будешь здоровым. Но здоровье – это один параметр бытия человека. А ведь этих параметров много. Для того, чтобы быть счастливым, ведь надо и здоровье. Это как у тела. Например, человек говорит о здоровье. И при этом, если посмотреть здоровье в теле, счастье, которое есть в теле, именно физическом, то нам все должно дарить кайф. Еда дарит кайф, питье дарит кайф. Дыхание дарит кайф, прикосновение дарит кайф. Туалет дарит кайф и по-большому, и по-малому. Секс дарит кайф. То есть тело наше все дарит кайф. Вот здоровье, если брать, это все должно дарить кайф. Но кроме здоровья у нас есть отношения. Есть отношения. Они должны дарить кайф. У нас есть дети. Они должны дарить кайф. У нас есть родители. Они должны дарить кайф. У нас есть деньги. Они должны дарить кайф. У нас есть реализация. У нас есть секс. у нас. У нас куча параметров. Везде должен быть кайф. Вот он. Только не должен от, а должен изнутри. Потому что это ты кайфуешь от этого. Да, это твой кайф. Это ты определяешь этот кайф. Я, кстати, сегодня увидела ролик одного психолога. Я сначала думала разнести, а потом понимаю, что объяснять папуасу про мобильный телефон, наверное, не имеет смысла. То есть профессиональный психолог, который рассказывает о том, что родители виноваты в том, что у него не сложилась жизнь и как манипулировать. Дальше советы идут чисто манипулятивного толка. Как вести себя, когда звонит родитель по телефону, если он там что-то спрашивает, как отвечать. И дальше идет набор манипуляций. И я так слушала это и думаю, блин, мужик, тебя надо вообще забрать твой диплом и дискредитировать вообще полностью. Так я не удержалась, написала. Да, вообще я тоже. Я где прям пишу и все, и мне абсолютно... Просто это... Если ты родился свиньей неблагодарной... Я, кстати, так и написала. Если ты родился свиньей неблагодарной, то если ты не найдешь благодарности родителям в жизни за жизнь, за тело, то ты и сдохнешь свиньей неблагодарной. И при чем тут родители? Это ты не использовал возможность выйти в благодарность со своим родителем. То есть, когда я еще смотрю, это называется психологией, то... Ну вот представь, как к такому психологу попадают люди. Дети, люди. Представляешь, ну, что этот психолог, который сам болеет, что он может передать? Точно так же, как к психиатру попадают люди с депрессиями, с анорексией, с булимией, с... Любой, возьми диагноз такой. Вот попадают они. И что? Их вылечат? Угу. Это невозможно. Это невозможно. Именно невозможно. Можно обмануть и облегчить, но не более того. Вот он обезболивающий такой, гипнозик. Да. Точно так же и всегда надо смотреть на... Когда ты идешь, допустим, обращаешься к какому-то авторитету для тебя, те же, кстати, мамки тоже. Посмотрите, если у этого авторитета дети больны, то какое может быть? Или у этого зубного врача зубы плохие, или у этого диетолога вес лишний, и вы обращаетесь к нему, и он говорит, что вот вас прямо тут научат питаться. Ну, это... О чем? Это вы просто слепы. Это слепы... Это ловны, которых ведут за ноздри. Все, а другого выхода нет. Только так. Я это вижу только так. Ну, наверное, самый простой выход из болезни, и согласятся даже те, кто будет смотреть наш подкаст. Вот смотри, каким бы заболеванием человек не заболел, если он находит себе в силы, садится в самолет, перелетает на другой край света и начинает жизнь с нуля в новой среде обитания. Он поправится? 80 на 20. Правила Парета срабатывает. 80 процентов, что он поправится. Даже те, у кого онкология... Это тоже вариант выхода. Да, именно работает. Но с собой не тянуть ни членов семьи, никого. Нет. Поехал и стартуешь один, поднимаешься. Моресьев в лес и ползешь. Это работает. Это точно, что, как ты говоришь, 80 на 20. А 20 процентов? Ой, я еще с собой возьму бабушку, дедушку, денежку, и я буду с ними на связи, им буду каждый день докладывать, как у меня дела, что у меня там изменилось, какой сок я пью и так далее, и тогда ты там помрешь. Какая разница? И дедушка с бабушкой прилетят тебя похоронить. Нет. Уехал и уехал. И ползешь. И сам поднимаешься. И сам начинаешь жить. И тогда... Это, кстати, выход из любых депрессий, из любых панических атак, из любых онкологий, из любых вот этих вот заболеваний. Это вот через такой стресс... Да, в связке этот стресс. Да, да, да. Но ты будешь жить. Да, ты будешь жить. У тебя будет возможность жить. А иначе ее не будет. Вот он, выход из болезни. Физический труд, движение, жизнь здоровая. Тогда давай вспомним, мы вчера на курсе говорили, людям подсвечивали. А как обесценен физический труд в нашем обществе? Да. Сегодня модно быть экономистом, юристом, белым воротничком. и типа я буду здоровым, а те, кто работают физически, их труд обесценен. Уборщики, технички, да. Уборщики, технички, сельхоз рабочие и так далее. Да, сельхоз, они обесценены. А ведь это именно вот они показывают здоровый, и мало того, еще и создают здоровое окружение, окружающий мир. А если бы их не обесценивали, и они себя не обесценивали, а чувствовали себя, да, я горжусь своей профессией, то у них бы ушел бы алкоголь, ушли бы сигареты. Оно и так сейчас уходит. Я просто в Москве посмотрела, очень много дворников иностранцев, ну, вот тех, кто приезжает в Узбекистан, Казахстан, Даджикистан, все вот это. Я не видела там пьяных, я не видела там хромых, косых, убохих. Все хотят работать, и там нормальные люди убирали дворы. Да, они переехали, вот оно, переезд на новое место. Да, да, да. И там же делают именно и таксистами те же работают. Они переезжают без семьи. Да, они там везде, везде. Вот ты же сама видела, были наши приезды, когда там бумаги привозишь, чтобы получить это разрешение на работу, а там везде нет москвичей. Они не русские. Я просто ржала была. И паспорт у тебя проверяют точно так же, они русские, когда ты въезжаешь и выезжаешь из России. Это вообще было так прикольно. Но при этом я не видела их пьяными, я не видела их в непотребном виде там и так далее. То есть нормальные люди нормально работали. Возможно, там где-то на стройках или там в ресторанах или еще где-то есть проблемы. Но если ты туда не ходил, то ты этого не видел. Ты отражался в зеркале тех людей, которые вот обслуживали там, где ты был. И там были нормальные люди. Среда обитания. Все определяет среда обитания. Хочешь быть здоровым, обитая в здоровой среде питания. Хочешь быть успешным, общайся с успешными людьми. Хочешь результат, иди за результатом. Кстати, у меня есть черта характера. Она не обусловлена тренингами или еще чем-то. Она у меня была с детства. То есть я всегда приходила общаться к самому главному. И у меня никогда не было посредников. То есть если мне надо решить какой-то вопрос, я сразу иду к руководителю. Если у меня возникли проблемы вот в доме или в квартире, я сразу иду к главе администрации. Там люди не понимают. Говорят, там же куча промежуточных звеньев. Нет, ребят, вы потом со звеньями сами разберитесь. Давайте мы решим вопрос, а вы дальше между собой перетрете со своими сотрудниками сами. Я не должна с вашими сотрудниками общаться. Но это был подход такой. Изначально всегда был такой подход. И поэтому, какой бы сумасшедший меня не видели, не считали и так далее, мои вопросы всегда решались. Поэтому вот, опять-таки, когда я смотрю, когда к нам обращается человек, а потом непонятно, где шушириться, я тоже этого не понимаю. Я понимаю, что это про среду, про ценность себя и так далее. Ну и не надо. Не время. Не ждаю. Человек не понимает, что он качается на качелях. И не время. Может услышать? Нет, не надо. Ну, сразу же будет услышать. Тебе нужна работа? Нет, я могу сказать, что человек не нужна. Мне не нужно. Что-то не об этом просто. А о том, что человек не понимает, что шансы равно есть. Да, шансы. Слышать и измениться, развернуться на 180 градусов. Всегда есть. Не, ну шанс, конечно, всегда есть. Я об этом. Я просто сразу через призму себя надаль. за новые интересные исследования, новые интересные дела. Я не люблю переваривать старое. Поглядываться назад не надо. Надо идти вперед. Старым тухнет интерес. Да. Была возможность, не использована. Значит, не время. Поехали дальше. Когда ты едешь на Дальний Восток, во Владивосток, да, ты не бегаешь постоянно в Минск узнать, а вам не интересно, как я доехала до Владивостока? Нет, ты этого не делаешь. И это правильный подход. Продолжение следует... Продолжение следует...